Прошло достаточно много времени с твоего последнего боя. Как ты провел этот год? Да, прошло год с моего крайнего поединка. Отлично провел время, отдохнул, даже соскучился по всей этой атмосфере. Поэтому в предвкушении. Это твой выбор, сделать такой большой перерыв, либо ты хотел вернуться раньше. Это был мой выбор. Я хотел вернуться именно на UFC 299. Были слухи о том, что ты с Сонгом должен был драться в декабре. Правда ли это, или ты изначально хотел драться в Майами? Это слухи. Я об этом поединке особо не знал и не имел желания. У меня было желание подраться на UFC 299. Что ты думаешь о его навыках? Ранее он говорил, что он лучший боксер в дивизионе, и он использует этот бой, чтобы доказать, что это так. Как он может быть лучшим боксером в дивизионе? Я не знаю, кого он побеждал и вообще занимался ли он боксом. И в субботу я покажу ему, чей бокс лучше. Как он может быть лучший боксер в дивизионе. Я не знаю, кто он победил в прошлом. Я не знаю, что он будет в педагоге, но я его покажу, кто он лучший боксер. Что ты думаешь о титульной ситуации в дивизионе? Сейчас Чита будет драться за пояс, Стерлинг ушел на категорию выше. Кажется, Мира будет следующим. Как ты в целом оцениваешь ситуацию? Я считаю, что Марлону Верри дали подарок. Он не заслуживает драться за пояс, так как он проигрывал Кори Санхагену. В целом, это, конечно, не мне решать, кому драться за пояс. Но я намерен серьезно вернуться и забрать свои реванши. Шон выбрал себе соперника удобного, кого он понимает, что он может выиграть. Так как другие претенденты, которые есть, он понимает, что он не победит их. И я напомню, как он выиграл этот пояс в поединке со мной. Ему просто подарили этот пояс. Учитывая, что Чито ему подарили этот шанс и Шону тоже в свое время подарили, как считаешь, кто из них победит? Честно сказать, 50 на 50 в этом поединке. Кто сможет навязать свой стиль, так скажем, свой план на бой? Учитывая ситуацию в дивизионе, как ты считаешь, из топ-15, кто будет самым сложным поединком для тебя на пути к титулу? Честно сказать, мне интересны те поединки, в которых я уступил, которые даже выиграл, но уступил. Это Мирап, Шон. Мирап. Мирап. Сонг был здесь ранее, и он прекрасно понимает. Твои опасные стороны. Считаешь ли ты, что этот бой – это возможность напомнить всем о себе, учитывая неудачные результаты предыдущей и вернуться в титульную гонку? Да, конечно, Сонг – он молодой, он голодный, заряженный, но, безусловно, для меня это огромная возможность вернуться и доказать, во-первых, самому себе, что я имею навыки для того, чтобы побеждать. Что большая победа над Сонгом даст тебе, и что будет дальше для тебя? Во-первых, это для меня будет отличным показателем. Я не хочу сейчас заглядывать за спину Сонгу, он достойный соперник, но я намерен сводить его в школу. Да, я не хочу заглядывать за спину Сонг, он хороший соперник, но я желаю его обратить в школу. Твои мысли о Тапуре и о том, как он стал чемпионом, победив Волкановский. Я просто считаю, что Волкановский еще не восстановился после боя с Исламом, и этот поединок для него был ранним, так скажем. Если вы видели первый раунд, то Волкановский неплохо себя показывал. Я думаю, что если бы он не начал вот эти переходы с одного веса в другой, то долго бы он конкурировал еще в этом весе. Да, и если бы он был в школе, как он был в школе, то он был в школе в школе в школе в школе в школе.